Кошагачский район, граница с Монголией, Селюгемский национальный парк. Коренное население, путешественники, туристы здесь лишь гости. Место целиком и полностью находится во власти диких животных, в частности снежного барса, который из-за хозяйственной деятельности человека и браконьерства находится на грани исчезновения. Отслеживать численность барсов в республике Алтай помогают фотоловушки. Сегодня на территории парка установлены 143 камеры. В этом году они помогли распознать 39 ирбисов. Мы, конечно, очень сильно продвинулись, когда у нас появились фотоловушки. Это сейчас наш основной инструмент, и мы наконец-то стали понимать, сколько у нас и где точно ирбисов. И мы всегда, когда даем численность о итогах учета ежегодных, мы всегда даем только тех, которых мы запечатлели на фотоловушке. По индивидуальному рисунку пятен мы определяем каждую особь отдельно. Реализация проекта по сохранению численности краснокнижных животных на территории нацпарка стала возможной благодаря компании Эвалар. Фармкомпания уже не первый год поддерживает экологические проекты на Алтае. И проект по сохранению неповторимой природы горного региона уже приносит плоды. Помогает получать достоверную информацию о популяции его кормовую базу и выявлять новые места обитания снежных леопардов. При установке фотоловушек людей появляется там меньше, особенно браконьеров, охотников. Получается, что фактор беспокойства у животных низкий. Животные остаются на этих местах, допустим, те же козероги, и снежные барсы в этих местах закрепляются и остаются. Ну, я думаю, дальше с проектом мы найдем новые места, новых снежных барсов, новые особи. И, я думаю, совместно придумаем какие-нибудь клички. По итогам экспедиции российские и зарубежные ученые проведут круглый стол, на котором проработают дальнейшие меры по защите популяции редчайших кошек на планете. Мария Мацаева, Валентина Аскерова. День с толком.